Всем привет! На часах уже пол одиннадцатого ночи, и я только что уложила малого. И вместо того, чтобы идти спать, у меня пробилось снять видео. У меня лично такое вот часто бывает, какие-то еще блогерские потребности у меня остались, видимо. Сейчас моя жизнь напоминает больше день сурка, кто помнит такой фильм, когда все четко по расписанию, у нас с малым прям все по времени. И кажется, что у меня один и тот же день длится бесконечно. Или постарается каждый раз. Например, когда я ложусь с малым в обед спать, или на ночной сон, я не понимаю, где из них какой сон, и когда я проснулась в середине дня, или же это утро. Ну, короче, не суть, не хочу вас путать. И вообще, я не пришла сюда жаловаться. Моя жизнь прекрасна, как бы странно это не звучало от женщины с синяками под глазами. Да, я не спала уже больше года, и это факт. То есть больше четырех часов я еще ни разу не спала. Но ничего, я справляюсь. И я вам больше скажу, я счастлива, что у меня есть сын, и это самое лучшее, мне кажется, что у меня было вообще в жизни. Так вот, сейчас не о мамских темах, потому что это бесконечные разговоры. Я хочу с вами поговорить вот о чем. Подскажите мне, пожалуйста, как вам удобнее смотреть бьюти, вот эти все видео, или вообще воспринимать информацию. Это в формате инстаграм, например, как я пишу обзоры. Кстати, кто не подписан ко мне на страницу с новыми видосиками, пожалуйста, подписывайтесь. Там я публикую все о косметике, стараюсь во всяком случае. Мне лично очень нравится такой формат. Им же вам удобнее смотреть все как раньше на YouTube-канале, какие-то распаковки и так дальше. Что-то я буду стараться делать, но я ближе как-то все-таки к инстаграму. Мне так удобней. То есть, когда я свободная минута, я быстренько себе там что-то набросала, да? Потому что выставлять камеру, свет, бла-бла-бла, это все очень долго и муторно. Пошла я. Хочу еще распаковку быстренько сделать. Ну что, как я и обещала, маленькая распаковочка с Parfums. Мне пришла косметика. Я себе решила побаловать раз в месяц. Заказала тут кучу всего прикольненького. Например, вот такая вот классная маска. Это корейская. Посмотрите просто на этот дизайн. Вот, очень не хочу попробовать. Это альгинатная маска. Будем смотреть, что тут у нас еще. То, ради чего я делала вообще этот заказ. Это гель для душа. La Roche-Posay. Мне пока нравится их косметика. Особенно для моей сухой чувствительной кожи. Прям очень классно. Находка-находка. Буду пробовать. Расскажу попозже или в постах, или в видосах. Скорее всего, в первом варианте. Дальше. Сереге хочу подарить духи. Ему очень понравились босс. Вернее, мне понравились. Он мне поддержал. Я решила заказать пробнички. Все маленькие. И выбрать, какой больше всего нам понравится. Взять полноразмерку. И, кстати, вот эта штука меня очень заинтересовала. Это воск для удаления волос с лица. У меня после родов появились некоторые проблемы в области усиков. Если вы понимаете, о чем я. Может, это пройдет после кормления, но я не уверена. В общем, ходить с усами я не хочу. Хочу попробовать вот такую штуку. Тоже расскажу об этом. Еще одно для меня открытие. Я не знала, что вообще такое есть. Это называется ремувер для кутикулы. В общем, я очень боюсь срезать кутикулу. И ненавижу ее отодвигать. Я ненавижу вот этого чувства отвратительное. А вообще очень у меня какая-то фобия по поводу обрезания кутикулы. Мне кажется, у меня еще кто-то порежет. Пойдет круче кровяки. И мне что-то занесут. Я имею в виду инфекцию. Да, туда. Вот. Поэтому я себе нашла вот такую штуку. Написано в отзывах, что не нужно ничего срезать. Просто наносите, отодвигаете палочкой. И все. Она сдирается и больше не растет. Так ли это, мы проверим. В общем, взяла ее. И отчетливые палочки тоже коди маленькие. Так, что тут еще? А, для себя я взяла вот... А, это Серегин пробник, еще один босс. Сколько их тут? Боже мой, четыре. Это я себе еще взяла пробник. А где мой пробник? Ага, вот это мой, наверное, пробник духов. Да. Дольчингамана. Не знаю, как это читается. Очень много отзывов. Пробничек малюську взяла. Посмотрим. У кого такие, напишите в комментариях, кстати. По поводу стойкости. О, какая хорошенькая упаковочка. Класс. Как раз то, что нужно. Идеальный формат. Сто с чем-то гривен, представьте. А здесь у нас миллилитров пять, наверное. Как раз для духов то, что нужно. Что еще? В подарок мне дали карандаш для глаз. Руби Роуза пять копеек, конечно же. Какой-то черный. Что это такое? Линджери. Вот это супер дорогая косметика. Я тоже заказала маленький пробник. Маски пилинга для лица. Хочу попробовать. Знаю, полноразмерка стоит очень дорого. Посмотрим, стоит оно вообще того или нет. Еще одна носочка корейская. Так, как бы так ее перевернуть одной рукой. Вот. Это уже для очистки пор. Блин, она на все лицо. Блин, я думала, это только для носа. Плохо дело. Ладно. В общем, будем промывать. Потому что у меня беда с кожей. Она сейчас увлажненная, напитанная. Классная. Но слегка загрязнилась. Будем пробовать. И чек на тысячу тридцать девять гривен. Вот. Я, в принципе, всем довольна. Я себе здесь начала формировать уже гардероб на лето. Мне пришло вот такое вот платье с ресерфт. Оно вообще розовое. Не знаю, почему на камере они есть. Какое-то бежевое, что ли. В общем, почему-то верх какой-то огромный. Но мне нравится низ. Вот такое вот юбочка, да. Это XS размер. Но вот здесь прям очень много. Но в целом мне вообще нравится. Не любитель я V-образных вырезов. Но возьму, потому что действительно с хлопка сделано. Очень легчайшая. Такая тоненькая ткань. Я вообще сейчас покупаю исключительно вещи из хлопка. Потому что с малым ходить на площадку... Мне нужно, чтобы все было максимально удобно. И вот еще один комплект одежды. Юбка и футболка. Юбка тоже хлопок. Очень люблю вот такой вот стиль простой. Без заморочек. И футболка. Значит, это ресерфт. Это хаус, кажется. Тоже XS размер. Мне все нравится. Всем привет. Мне наконец-то покрасили волосы. Боже мой, как я счастлива. Казалось бы, какая-то такая вот мелочь. Но это как незакрытый гешталь, который мне мешал жить. Мне постоянно раздражали вот эти вот седые уже корни. Они очень отвратительные. Короче, кажется, я нашла своего мастера. Но не буду пока заранее радоваться. Посмотрим, что будет еще во второй раз. Для первого раза. Мне очень понравилось, как она выровняла мне цвет. Вот. Сейчас вам покажу. Вот. Вот так. Я, кстати, сделала себе маску. Тестирую. Много всего интересного. Опять же, в Инстаграм буду все выкладывать. Первое впечатление. Мне очень нравится. Это, кстати, оттеночная маска для волос. Это стель. Вот. Волосы очень классные на ощупь. И я теперь опять блондинка. Но не столько. Сейчас вам хочу одну штуку показать. Так это не то, что я хотела вам показать. В общем, для тех, кто хочет снимать ролики. Или вообще в ТикТоке. Или где угодно. Для Инстаграма. Для Ютуба. Где угодно. Вам нужно будет всякие прикольненькие девайсы. Я хочу с вами поделиться тем, что у меня есть. И что очень классно мне помогает в съемке видео. Есть у меня вот такая вот тренога с Алиэкспресс. Здесь изгибаются ножки в разные стороны. Ее можно якобы цеплять. Ну, здесь ставится телефон. Не совсем удобная штука. Почему? Потому что она сползает куда-то. Вот если цеплят на ручку или еще куда-либо. Она вот сползит. Падает. Очень неудобно. Здесь вот эта вот головка не наклоняется. То есть такое себе, да. И вот недавно я себе заказала вот такую штуку. Это вообще держатель телефона для автомобиля. Здесь у него вращается головка во все стороны. Здесь ножка, которая хоть туго, но она двигается в разные стороны. Там 360 градусов написано. Можно использовать присоска. Я здесь даже не снимала защитную пленку. Но здесь есть кнопка, которая прижимает устройство к поверхности. Если это для автомобиля, это может быть приборная доска. Либо... Локи, спасибо, Локи. Мы давно не видели твоих лап. Либо окно. Лобовое стекло. Вот. Либо на лобовое стекло. Я же креплю это все к зеркалу, когда снимаю видео. Либо же к окну. Вот сейчас окно. Хороший свет обычно сюда цепляется. На стенку, на комоды свои. Именно на дверцы вот так вот цепляю. И отлично все снимает. Отличный кадр получается. То есть любой можно выставить угол. Стоит вообще копье. И цепляется телефон очень легко. Здесь не нужно как здесь раздвигать. А там, получается, под чехлом телефона есть таблетка. Такая специальная, как магнит. Она идет в комплекте. И вот она магнитом цепляется вот к этой панели. Если вам нужно срочно снять телефон, поставить на стоп или ответить на звонок. Просто снимаете и все. В общем, мега удобная штука. Стоит, по-моему, гривен 400. Я не помню, кстати. Не помню. Я на акции какую-то, как всегда, брала. Очень довольна. Для тех, кто что-то хочет снимать, советую. Я в последнее время любитель делать все одновременно. Обязываю, это роль мамы, уже делать несколько дел сразу. Сейчас я буду работать. Здесь у меня сушится мясорубка. Я делала малому рыбные котлеты. На кухне у меня здесь, конечно, жесть-жесть. Такая немножко хаосная обстановка. Мультиварка у меня готовит суп малому. Здесь у меня каша стоит. Это Серегин суп отдельно. Это кастрюлька для будущей каши малого. Соки. В общем, здесь немножко странно все выглядит. Но к вечеру это все убирается. И выглядит очень чисто и красиво. Поверьте мне. Локи. Где ты, Локи? Давно тебя не видели. Вот ты где. Локи наелся мясо. И он ходит довольный. И даже немножко поправился.